Ну что, первый пошел на сближение, Брензан у Тартова, оформляет минус по Месути, Мэжиск в дыму по звуку находит голову Брензана. Пытаются бразильцы проходить, но особо не получается, зайву, двойное-тройное убийство, а где это происходит? А где Матье-то вообще там тусуется, все это время нам его не показывали, а ведь все ключевые минусы были в войске. 20 секунд, ну, те же беги показывали хорошие тайминги, Дюбри работа под флешку, троих в линию сбривает, Вуди после этого выключает из этого раунда зайву, но тут ничего другого не остается, как сохранить оружие. Выручает, правда, зайву в этой ситуации, 20 секунд времени, Вуд понимает, что нужно возвращаться к бомбе, идет стреляться на уверенном, забирает зайву в свичную точку, ну, пистолет тоже можно, ладно, и вот теперь в плюс позиции против Апекса у него явное преимущество. Вот так вот, заканчивается одна попытка, у Апекса была он попал, но не в голову. Хороший пистолетный раунд получился для бразильцев, даже несмотря на то, что как же далеко пачка лежала все это время, Мэджиск только возвращался за ней. Эмиль Рейб, ну, вообще первый фраг сам в руки пришел, есть 30 секунд, и вот теперь Мэджиск, наверное, неправильно читает ситуацию, думает, что он поймал крайнего, который на инфу играл, а здесь его ждет вся двойка. Первого забрал, второго как ты здесь будешь ждать? Наверное, никак. Вообще никак. Вот знаешь, действительно, второго игрока ты еще можешь ожидать. Ротация по позиции. Это маневр, перекрестный огонь теперь. Ну да, тут получается изи раунд для Месуты. Одиннадцатый в копилку команда Виталити отправляется. Четыре раунда бразильцев, ну, бывает. Но это такая оговорочка для Вини. Для Вини это, нет, это последний шанс для Фоллина. Да, вот. Так, дракон на банане Месута. Ой, как же своевременно залетела флешка тиммейта. Апекс ассистирует. Падает жота Месута в Солянова. Решил разобраться в этом пистолетном, но только три. Решил разобраться в Солянова.